Что такое B-тестирование? Когда мы гоним людей на сайт. Представьте себе, большинство современного маркетинга в интернете вы видели, это лендинги. Лендинги, лендинги, лендинги. Лендинги обо всем. Там история в том, что они гонят обычно платный трафик, который безумно дорогой. И там борются за каждый процент конверсии. То есть, условно говоря, если у вас конверсия 10%, а конкуренция 9%, то у вас конкурент может быть о себестоимости 9%, то конкурент работает в ноль, а вы работаете в 10% прибыли. Соответственно, у них там встала огромная проблема борьбы за каждый минимальный процент эффективности. A-B-тест – это применение общенаучного метода, общенаучно-статистических методов к аналитике на сайте, для того, чтобы понимать, как увеличить конверсию. То есть, в первую очередь, цель вообще всей этой истории – это в увеличении конверсии. То есть, если у вас, представьте себе, вы крупный фонд, у вас сайт приносит 100 миллионов в год. Для вас 1% повышения эффективности – это миллион рублей. То есть, A-B-тестирование – это про то, чтобы вот этот здесь 1%, там 1%, тут 1%, и так вот несколько миллионов тебе и налипло. Неплохо на свою цель собрать несколько миллионов. Что такое, по классике жанра, что такое A-B-тест? То есть, это просто когда мы, вот группу из вас, разделим на случайным образом, там, на три равные подгруппы. И каждый из них покажем свою версию сайта, и потом посмотрим, в какой подгруппе больше людей оставят нам пожертвовать. То есть, просто мы показываем три совершенно разные версии, смотрим, как люди реагируют на то или иное. И потом мы выбираем это самое-самое эффективное. Единственное, о чём я должен сразу сказать, что, поскольку уровень, вообще при среднестатистических уровнях конверсии, более-менее точными тестами могут делать только НКО, у которых больше 5000 посетителей в месяц. То есть, не то, что мощные тесты. То есть, в принципе, если у вас 500 посетителей в месяц, вы будете делать тот же самый тест 10 раз дольше. То есть, вот порядково 10 тысяч посетителей в месяц – это один классный тест. То есть, если у вас там 500 посетителей, то вам для хорошего теста потребуется 20 месяцев. Поэтому эта тема, в первую очередь, для средних и чуть больше среднего, но тем, кто только начинает, это тоже важно просто об этом знать, понимать, что тема на вырос. И рано или поздно она будет очень полезна, потому что, если вы делаете… Мои обетесты принесли мне в нашу организацию на 15% больше денег. Для наших объемов это серьезно. Даже если у вас флеш-сайт приносит миллион, 15% – это 150 тысяч. Ну, как бы, вот, на дороге не валяется, да? Поехали. О чем я хотел… Когда я столкнулся с об этой стиральной, я понял, что вещь, на самом деле, местами не крайне… Очень плохо дружит с логикой. То есть, те вещи, которые мне казались очевидными, не сработали, но сработали те вещи, которые казались вообще не очевидными. То есть, просто для понимания, как я выбил эти 15%. Я пытался сократить количество, чтобы легче было заполнено форму, сократить количество полей, но очевидное решение. Не изменило конверсию вообще. Добавил кнопки внизу – не изменило конверсию вообще. Зато изменил текст на кнопке – плюс 5%, изменил форму кнопки – плюс 10%. Вот APTest – это про это. Я, причем, видел, что у кого-то там в какой-то серьезной корпорации был результат, у них слева был текст, справа – форма. И они провели тест. Что будет, если слева – форма, а справа – текст? Результат увеличился на 30%. То есть, это про то, что людям подсознательно проще вещи какие-то делать, если как-то изменить выдачу страниц совершенно беззначительных образом. Но это значительно привлекает, значительно повышает конверсию. Ну, вот мой результат такой. Я поднял эффективный сайт на 15%. А форма кнопки с какой-никакой? Вот, я тоже сказала, на это. Она была более продолговатая, я сделал ее более квадратно. Квадратный или круг? Да, да. На сердечко. То есть, правильно я понимаю, что на фонде Веры можно смотреть образцы ваших кнопок, раскладчиков? Нет, это не значит, что на вашем сайте. Да, да, да. Это APTest, и смотрите. Почему мы говорим в технологии людей, как мы удобнее пользуемся? Да, дизайн еще надо создать. Это очень важное замечание. Если был бы некий универсальный рецепт, который работает со всем, то должно бы уже выпустить книгу в идеальном сайте. Но открывая эту книгу, кнопка должна быть такой. Но в этом вся история, что кому-то, допустим, у кого-то фирменный стиль красный, лучше оранжевая кнопка, у кого синий, лучше зеленая кнопка. И как это все выбирать, так, соответственно, просто проводите тесты и смотрите, какой цвет работает лучше. Забавно, что в рассылке у нас лучше всего сработала желтая кнопка. Пробовали все цвета радуги, желтая прям повышает аппарат на 10%. Why? Просто никто не знает, почему. Ну, то есть это вот реально магия, скажем так. Психологи говорят, что желтый акцент действует. Да, да, да. Кстати, взлевку. Вполне себе возможно. Опять же, можно экспериментировать шрифтами, размерами, чем угодно. То есть потом поговорим, где нам накидаться всяких идей. То есть фактически это как бы метод научного пика? То есть ты что-то меняешь, сможешь как это реагировать? Да, абсолютно. И более того, очень важно понимать, что это метод постоянного научного пика. Я, соответственно, за месяц, я придумал некую историю, за месяц ее тестировал. Результаты мне не понравились, я придумываю следующую историю, тестировал. Итак, за целый год я сделал 20 тестов, и вот два теста принесли мне ощутимый результат. Все остальное я работал в ноль. Вот это надо понимать, что быстрых халявы нет. То есть быстрых результатов не будет. За 20 тестов я получил два устойчивых результата математических. Так, об этом я уже говорил, что для того, чтобы тестировать, чтобы много и качественно тестировать, вам нужен поток посетителей. Это раз. Для того, чтобы постоянно, чтобы была мобильность максимальная при прикрутке всяких штук, вам нужен Google Tag Manager. И, соответственно, для того, чтобы измерять, то есть принимать тест, это сравнение и конверсия. Конверсия – изменение показателей. Показатель – это в аналитике настроенные цели. Вот у меня 7 целей. На этой форме, на той форме все у меня аналитика считывает. Вам нужно хотя бы парочку тоже настраивать, чтобы вы по этим целям могли понимать, какой у вас результат работает лучше. А кто хочет узнать о Google Tag Manager? Ну все не против, я себе 5 минуточек сделал лирическое отступление, покажу вам, что такое Google Tag Manager. Когда вы работаете с всякими инструментами Google, для того чтобы инструменты… Я сейчас покажу вам, как выглядит сайт в виде программного кода. И выглядит он очень неприглядно и нечеловечно. Мы увидим огромные-огромные простыни программного кода. И самое неприятное, что чтобы настроить цели, настроить Google аналитику, прилепить туда тест, вам в общем случае нужно каждый раз лезть в программу специально, где редактируется этот программный код и руками влеплять туда кусок. И это, скажем, каждый раз, ну, морога, да, просто лазить на хостинг, там, менять этот программный код, а не дай бог, ты вот эту штучку, вот эту кавычку закроешь, у тебя сайт пойдет. Потому что там сайт или программа, машина любит точность. Соответственно, еще эта ситуация, в крупных компаниях эта ситуация сложилась тем, что там вот этим делом занимается 50 человек в параллеле. И чтобы 50 человек в параллеле тебе не убили твой сайт, на котором там можно одновременно висеть 10 тысяч человек. Придумали Google Tag Manager. Google Tag Manager – это один кусочек кода, сейчас я вам покажу. Это вот этот маленький кусочек кода, который включает в себя все остальные. То есть у вас 50 было кусков кода, мы их слепили вот в один маленький кусочек, а вот здесь уже в админке прописали все исходные 50. То есть у меня есть админка, в которой я налепил этого кода весь какой код, и соответственно потом одним кусочком аккуратненько его вставил, и все у меня работает. Опять же, чем это удобно? Это удобно тем, что есть куча всяких полезностей, функций, полезностей, которые прямо из админки мне доступны. То есть, допустим, если я хочу вот эти все куски программного кода, которые мне нужно налепить, вот так было, и вот эти 30 кусков кода мне нужно было бы влеплять на сайт. А тут я в админочку вот этот код. То есть я создаю, я причем создаю его уже в графическом. Множество чего здесь забиты в графические редакторы. То есть мне не нужно отписать сам программный код, мне достаточно просто в редакторе там проставить параметры и все заработать. Более того, есть, допустим, приятности, например, здесь Google Tag Manager сразу без программирования умеет непременные триггеры. Допустим, для контентных сайтов очень важно уровень дочитываемый не ясно, а не до конца. Google Tag Manager прямо из менюшки здесь можно поставить, создать события. То есть сделать так, что из админок он мне в цели для дочитывания до конца уже будет писать. Или проведение, допустим, 5 или 7 минут на сайте. То есть у меня это будет как цель ставить. Он будет считать количество людей, которые дочитали до конца. Как я вот эти все цели себе прописал через Google Analytics? Вот просто здесь вот я нажимаю «клик». И здесь я прописываю маленькие параметры, и у меня же начинает работать аналитика. То есть в одном случае вам нужно программировать, чтобы писать там дикий программный код на два листа, в другом случае у вас вот эта админка, и там в несколько правил нужно будет помочь за пару дней, один раз в жизни для себя запомнить правила заполнения вот этих вот админских форм, и у вас в аналитике какие хотите цели будет, а в момент вот так вот по щелчку пальцев менять, не привлекая ни программистов, ничего. Это Google Tag Manager, очень удобная штука, но опять же нужно потратить некоторое время, чтобы просто с ней выткнуться, сжить. Простите, ответ. Вы понимаете, что цель всего этого, что вы говорите в кусочки входа, а в какого входа не говорите? То есть смысл в том, чтобы понять что-то в фокальном куске. Аналитика как она считает? Смотрите, финальный кусок вот аналитика, это кусок кода на вашем сайте. Вот эта вот аналитика, она работает, потому что в сайт вживлен маленький кусочек кода. Тест – это тоже маленький кусочек кода, который надо вживлять на ваш сайт. События аналитики – это тоже маленький кусочек кода, который надо вживлять на ваш сайт. Там пиксель Фейсбука, то есть огромное количество каких-то штук, это работают в виде маленьких кусочков кода, которые нужно вживлять вам в сайт. Их бесконечное количество. И чтобы вам не постоянно убивать свой сайт, не ломать его, не переписывать это все, там начинается хаос, если у вас 50% кода, который постоянно тут меняют. У вас есть это единый админ, в который вы управляете, даете кому-то право этот код добавлять, удалять, соответственно, сразу увидите, что там работает, то есть оно в таком удобном графическом виде. Но в плане целей этого кода идея в том, по сравнению, Google Analytics вообще. А, я не смотрю, нет, не надо какие-то параллельные вещи. Google Analytics – это кусок кода, который вы можете вживить на сайт сами, а можете вживить через эту штуку. Через эту штуку она вам просто значительно повышает удобство, быстроту вот этих всех операций. То есть это просто очень удобная штука для человека. Если вы делаете один раз это в жизни, то вам проще, естественно, заплатить денег. Программист вам это сделать, и вы забудете. Но если вы раз в месяц что-то там меняете, то вам нужна эта штука, чтобы каждый месяц не платили денег. Вот и вся история. Аккаунт Дагманджа как-то связывается с аккаунтом Google Analytics? Конечно. Они автоматически связываются. Аккаунт Дагманджа как-то регистрируетесь под тем же данным, и они связываются? Да. Подключение у них автоматически. Нет, это как вырегистрироваться на автоматически. Ну там везде есть инструкции, но в инструкциях написано. Они там в автоматическом или полуавтоматическом режиме, когда у нас какую-то галочку поставят. Ага. Вы не можете сделать это в рекламном предъявлении в Facebook? Или это невозможно? Как работает эта же вещь? Но, грубо говоря, часть ваших пользователей видит один интерфейс, а часть — другой. Да. Но мы об этом не говорим. Да, здесь работает, да. Нет. Google Analytics, смотрите. А в этом же есть? Нет, это история в другом. У вас часть пользователей видит один интерфейс, часть в другом. Но в обоих случаях вы отслеживаете нажатие на кнопки. Если Facebook делает это за вас, он сам считает нажатие на кнопки. То есть здесь вы должны настроить аналитику, чтобы она вам считала. Я сейчас вот об этом говорю. Как настроить аналитику, чтобы она считывала нажатие на кнопки? Да. Проще всего, то есть это я рекомендую делать через Google Tag Manager, потому что если вы сегодня хотите считать нажатие, посмотрите, у меня сегодня есть на сайте. Посмотрим, сколько кнопок у меня есть на сайте. У нас вот этот баннер, у меня через Tag Manager установлен, он считывает нажатие этого баннера, этого баннера. Внизу вот эту кнопку, он все эти кнопки считывает отдельно. То есть как только у вас меняется чуть-чуть сайт, вам, соответственно, если у вас просто написан, если у вас код Google Аналитики зашит в виде обычного программного кода, без Google Tag Manager, код поменялся у вас сайт, то можно все переписывать. А Google Tag Manager позволяет вам немножечко поднастроить обминку, и все снова работает. Вам захотелось повесить вот на эту ссылку считывание. Вы в Google Tag Manager там забили параметры, и он у вас уже считает эту ссылку. Это как конкретные кусочки сайта. Да. Не Google Tag Manager, что это позволяет. Это можно сделать и по программам. Он указывает аналитику, где смотреть, правильно? И что смотреть. Да, да, да. То есть он гораздо значительно облегчает этот процесс показать аналитике, что мне нужно считать нажатие на эту ссылку. Поехали. Так, ну про цели Google Tag Manager есть у кого еще вопросы? Отлично. Вот. Теперь начинаем говорить о нюансах. AB-тесты, на самом деле, не надо воспринимать, что AB-тесты это просто инструмент повышения конверсии. Большинство людей как делают такой тест? Делают версию, там, не знаю, где логотип маленький, фон красный, кнопка желтая. Потом делают версию, где логотип большой, фон зеленый, кнопка фиолетовая. И вот эти две версии сравнивают. Но на самом деле это неправильно. Когда вы что-то тестируете, важно иметь только одно отличие. Почему? Мы, изолируя это отличие, понимаем, в чем же дело. Вот если вы здесь нарисуете, здесь есть между вариантами огромное количество отличий, вы так и не поймете, что у вас сработало. Потому что, на самом деле, вот я сколько все не тестировал, например, сработала, как я говорил, форма кнопки, она была продолговатой, стала квадратной, сработал текст кнопки. При этом все остальное вот тотально не работало. То есть, когда вы что-то делаете тест, то смысл теста в том, что вы изолируете одно отличие, чтобы понять, что конкретно работает. Так, про закон больших чисел. Просто очень часто, когда пытаюсь рассказать людям, как это будет работать с точки зрения математики, люди немножечко не понимают. Все понимают, почему нам нужно, почему я говорил об дип-йопах, что нам нужно 10 тысяч человек, чтобы протестировать. Ну, конечно. Кому нужно дообъяснить? Есть, короче, если говоря, есть закон больших чисел, если кому непонятно, как он работает, можете найти пост в лекции, я объясню, как он работает. Потому что у меня в фонде никто не понимал, как работает закон больших чисел. Я потратил две недели, чтобы людям рассказать, что он вообще существует. Так. Ну, опять же, вот здесь по этой ссылке есть подробные, я потом при сюрпризу, вот здесь вот есть самый удобный расчет, который я видел для понимания, то есть когда вы просто поиграться, интересно понять, как зависит от параметров и необходимый размер выборки. Ну, для понимания, чтобы зафиксировать разницу в 4% конверсии, то есть между 10 и 14%, чтобы зафиксировать, уверенно говорить, что один вариант лучше другого, вам достаточно, чтобы в ряду смотрел тысяч человек. Чтобы зафиксировать разницу всего в 1%, а это, как правило, так и есть, вам нужно 5 тысяч человек в каждой группе, то есть 10 тысяч посетителей, чтобы сказать, что вот этот 1% это реальный процент, это не случайное число. Опять же, требования к размеру выборки увеличиваются при увеличении количества вариантов и при тестировании каких-то супернизких показателей, допустим, заполнение, ну, форму волонтера у нас меньше 1% всех посетителей заполняет, поэтому, ну, там просто по математике требуется гораздо больше размер выборки, чтобы как-то уверенно говорить об эффектах конверсии. так, соответственно, стерчасти мы успешно закончили, и завершаем тем, чтобы подумать, как тестировать. Во-первых, кучу советов, что потестировать, вы найдете в интернете, взрывы бесплатных, и, ну, они будут абсолютно бестолковыми. Я просто чтенец говорил, порезюмирую, ни один из них мне не помог, я просто говорю, что помогло мне в моих тестах. Ну, читать, наверное, все. Первое, понять цели сайта, потому что самое главное, чего вы хотите от сайта. Вот те, кто занимаются привлечением волонтеров, для вас самое важное количество регистрации на волонтеров. Те, кто занимается привлечением денег, для вас самое важное количество денег. Те, кто занимаются информационным, то есть распространением информации, для вас самое главное – это дочитывание главного материала до конца. Вы настраиваете… И читы и слова, к которым приходят. Да, да. Соответственно, вы настраиваете эти цели в Google аналитике, и аналитика это все измеряет, и вот когда он начинает измерять, можно уже, соответственно, сказать, что вариант А работает лучше, чем вариант Б, потому что приносит нам больше волонтеров. Второе, это самое важное, посмотрите у себя на сайте, сколько шагов, и какие должен человек сделать, чтобы прийти к этой цели. Например, если я увидел одного благотворительного фонда, у которого было на пути к пожертвованию, очень много лишних шагов. Допустим, вот ты открываешь фону «Пожертвовать», а там изначально стоит описание реквизитов фонда и дополнительная вкладочка, которая пожертвует с банковской картой. То есть каждый дополнительный шаг вам срезает какое-то число конверсий. Соответственно, вы раскладываете по полочкам все шаги, которые нужно сделать, чтобы прийти к цели, и потом смотрите, что отсюда можно исключить и что упростить. И что вынести наверх, повыше, к левому, верхнему, допустим, углу. Или как-то отдельно изолировать, то есть просто сделать, разгрести весь контент вниз, допустим, убрать, а это в большую кнопку, так, чтобы экран было видно. Ну, я, наверное, очевидные вещи говорю. То, что у нас, например, интересный момент, очень сильно повысила конверсия, когда мы изменили цвет кнопки, в мобильной версии цвет кнопки меню. Ее просто стало виднее, и за счет этого у людей начали больше кликать, больше читать материалов, больше приносить пожертвования. Опять же, ну, вообще это традиционно считается, что дестировать надо крупные элементы сайта, глобальные такие. Фотографии крупные, логотип, слоган, ну и, естественно, кнопки формы. И положение, положение на вашей веб-странице, основные страницы, через которые люди проходят, когда совершают пожертвования или регистрируются волонтеры. То есть, если ваша цель – волонтер, то для вас самое критичное – как стать волонтером, где будет этот раздел на главные висения. То есть, вот с этим надо играть. Соответственно, Анжи, на предыдущий слайд. Вы указали, что можно проверить траектории международных успешных сайта? Да, посмотрите. Что называется траектория, в этом случае, как это правильно? Ну, вот путь пользователей, пользовательский сценарий. То есть, как прийти к пожертвованию, как сделать пожертвование на сайте в красном листах? Вот я вот смотрел, допустим, смотрел, сколько форм, куда, где они расположены. На самом деле… Вы не про трекинг? Ну, в смысле… Можно, пожалуйста. Я вижу трекинг, а чужих же, я же не могу посмотреть на чужом сайте, на вашем сайте. Я говорю траекторию или нетрекинг, я образно говорю, траектория как порядок действия. То есть, посмотреть, какой порядок действий у вас, какой порядок действий на сайте, как я говорю, международного Greenpeace, международного Красного Креста. Потому что я посмотрел некоторые крупнейшие международные, выговорительные организации, какие-нибудь Oxfam, на самом деле, они очень интеллектуально делают сайты, у них положение каждого элемента очень рассчитано, очень обдуманно. И когда ты начинаешь думать, а почему у тебя вот здесь вот, и почему оно этого цвета, вот это тебя наталкивает мысль, что вот посмотрите, интересно, я, конечно, не хотел показывать этот пример, потому что он сразу может вас всех на одной и той же идее подбить, но вот есть интересный сайт Saint Jude Hospital, Saint Jude Foundation. А если нет логики, то какую выводку можно сделать, если непредсказуемо, что сработает? Нет, 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 нет. Я говорил логику. Вот смотрите, кнопка donate красная. То есть зачем это сделано? Чтобы сразу цеплять взгляд. То есть синее – это для людей, которые ищут помощь, красное – для людей, которые хотят оказать помощь. Опять же, то есть вот как организованное менюшко. То есть смотрите, здесь сразу три центрального блока. Разведение людей по категориям. И опять же, размер give it to our mission. То есть какие-то вот фразы. Все это имеет значение. То есть даже вот эту фразу, я готов поспорить, что они ее сюда включили, в результате АБ-тестов они увидели, что когда здесь включено предложение, почему-то работает лучше. Здесь логика на самом деле в глобальном поведении посетителя и в его визуальной реакции на какие-то там визуальные элементы. Но и потом случайно… То есть вы понимая примерно… Допустим, логику нужно четко сразу выделить, чтобы люди, которые хотят пожертвовать, моментально увидели, куда нужно идти. И вы в рамках этой логики облегчаете уже разными мерами, вносите кнопку повыше, делаете кнопку побольше. Ну, по нему… Ну, или достаточно? У меня вопрос. Сейчас технически. Вы тестируете две версии сайта, как бы сначала одну, потом другую, или у вас… Ни в коем случае. Не сейчас. Объясним. И, простите, я, наверное, допробежал вот этот маленький момент. Принципиальным фактором является то, что разделение… То есть человек случайным образом причиняется к какой-то случайность, одновременность и случайность вы делаете ключевые факторы. Вчера у вас был телеефир, всего… Завтра у вас телеефира нет. То есть вчера у вас был тысяча посетителей, завтра – 10. Вчера у вас конверсия была 10%, завтра – 1. Если вы будете тестировать версии в разные дни, вы ее получаете к ложному результату. То есть случайное разделение – это наш принципиальный момент. Второй важный момент, который я хотел сказать. Тестируйте радикальные отличия. То есть если вы кнопку увеличиваете не на 5%, а на 10% – это вам ничего не покажет. Тестируйте сразу увеличение в 2. То есть вы сначала глобально понимаете, в каком элементе затык, а потом уже мелкими тестами вы подгонитесь под более-менее адекватные результаты. Кстати, а параллельно сколько вариантов тестировать затык? Я… Ну, у меня используется более сложная схема с вами мультивариантами тестов, я ровно не собирался поговорить, но вообще обычно 3-3 есть. 3-4. Потому что у меня такой поток, который позволяет… такой поток впоследствии, который позволяет 3-4 варианты. Т. Т. Т.